и что ж приветствую друзья сегодня у нас будет урок рисование цветными карандашами и мы будем использовать призма color обязательно раскраску сделайте себе вот я сделал специально для уроков вот и пользуюсь сам в принципе если рисуем вот так удобнее показывать какой цвет нужно выбирать неплохие карандаши многие хвалят они в принципе мне тоже нравится можно сказать что соотношение цена и качество как раз вот то что то что нужно вот это это о призма color поэтому я рекомендую эти карандаши если хотите покупайте и вот этого набора мне вполне хватает то есть 72 карандаша и так мы нарисуем простенький такой рисунок это у нас яйцо будет да и я предлагаю взять если у вас наборе вот ну то есть не призма color карандаш это смотрите вот самый светлый из желтых но теплых цветов потому что вот эти уже так больше к лимонному такому до цвету то есть берем вот этот берем дальше вот такой оранжевый значит чуть темнее и вот этот цвет golden red на золотой у меня есть такой да то есть ну или может быть у вас какой-то похожий да это для теневой теневой стороны вот и как мы понимаем начинаем с самого светлого сначала до самого светлого и мы рисуем просто просто что мы рисуем и рисуем вот желток желток может быть вначале не очень видно на камеру да вот и мы пытаемся сделать идеальный такой да круг ну почти идеальный вот здесь у нас будет блик сразу его обрисовали и все смело можете закрашивать все смело можете закрашивать сейчас я на виду резкость может быть чуть-чуть и мы это все закрашиваем то есть можно тушевкой можно штриховкой как хотите это первый слой будет и принцип такой как я напоминаю до в рисовании но один из таких вот важных принципов это мы сначала первым слоем даем самый светлый да вот мы выбрали самые светлые среди желтых в данном случае и мы первый слой светлый первый слой светлый я не сильно нажимаю легко теперь беру этот второй более темный более темный и использую его следующим слоем по мере рисования мы можем понимать нужно ли еще слой например добавлять то есть вот я рисую этим вторым цветом до оставляя блик четко но может быть так возле самого блика более так четко и продвигаясь дальше в левую сторону так дальше у нас вот здесь более темные тона должны быть я еще слой добавляю то здесь можно уже не трогать с этой стороны вот в этой области я уже но тональный переход очень-очень такой плавный должен быть вот отсюда и в эту сторону да может быть вот здесь немножко то есть вот здесь пятно такое более темное получается дальше я ну вот здесь должен аккуратненько еще прорисовать ну контур имею ввиду теперь самые темные то есть вот этот я беру и здесь должно быть затенение оставляем вот по контуру как бы чуть-чуть так не закрашена на это не некий рефлекс на получается и вот здесь я сильнее давлю и сейчас я попробую еще один интересный инструмент использовать наборе у вас может быть белый карандаш если у вас нету инструмента которыми я сейчас он который покажу то есть белым карандашом мы берем и делаем растушевку растушевываем есть вот такие карандаш и вот он и так и называется блендер то есть смешивает как был дервин то он такой более жесткий как каш звук дает вот этот значит это от карандаш фирма карандаша так написано он более такой как бы ну как бы как пластик вам нужно также следить чтобы он был чистый так я почистил и вот я беру и смешиваю потому что ну она хорошо особенно если вот такие вот объекты мы рисуем какие то например то поверхность вот это должна быть такой гладкой гладкой и вот я как бы рисую типа да то я бы рисую и она растушевывается на растушевывается круговыми может быть движение но все это делаем уже после того как мы наложили все свои все наложили потому что если мы еще раз возьмем карандаш будем пытаться рисовать в принципе она так возможно может быть и удастся рисовать потому что после такой растушевки у нас уже как сказать поверхность такая глянцевая что ли получается гладкая очень вот немножко добавляется все таки цвет но бумага должна быть плотной у меня ватман и ну а ватман средняя плотность не помню уже так если точно где-то там 120 хорошо если 200 или даже 300 грамм на метр квадратный вот вот наше яйцо теперь теперь нам нужно нарисовать белок далее может быть какой-то серый взять да может быть может быть если у вас есть данный будет это вот такой или может быть у вас есть но я не знаю может быть вот в каких-то таких серо-зеленый может быть но если если среди голубых то может быть вот индиго но очень-очень легко очень легко нужно вот например например оставляем здесь блик то есть я так не сильно нажимаю так что у нас на камеру видно да и вот я очень легко очень легко очень легко тушую то есть чтобы мы имели все-таки некий блик там вот дальше вот здесь да тоже блик идет так видно да вот он блик и вот вот это все дело я аккуратненько одним тоном без без градации тона я вот так значит тушую аккуратненько и вот здесь важна у нас гладкость бумаги потому что если бумага у вас не гладкая то еще не получится так вот будет некая рыхлость а нам нужно показать чтобы фактура была какая фактура ну такая как бы глянцевость гладкость все-таки это белок да легко касаясь мы пытаемся передать просто затенение вот эти блики ну мы скажем вот так обрисуем так ну например вот будет у нас вот так часть белка идти и пускай вот так как там нарисовано да впрочем так и мы это все дела затушевываем здесь сейчас падающая тень тоже будет немного спешу чтобы как бы время сэкономить кажется что мы там рисуем какое-то яйцо да конечно если хорошо присмотреться то здесь тоже разные оттенки есть я вот это все слишком упрощаю так вот здесь берем вот так делаем но все-таки толщина есть у этого слоя и падает тень и также тень у нас вот здесь тоже и даже можем вот так не до конца запросить и так как бы оставляя белую такую полосочку вот и уже видно что это яйцо до выбитая на какой-то поверхности потому что есть желток и уже видим вот этот белок например на референсе я просто я все-таки прослеживаю такие некие голубоватые оттенки если у нас сам желток теплый то белок у нас имеет голубоватости такие у нас вот он по-моему так идет сюда вот белок прям штрихом получается у меня и вот здесь сейчас у нас будет падающая тень ну вот здесь это будет булька такая да я ее не рисую не рисую эту булечку знаете на русском вот эта штука вы на референсе видите да слишком много света камера немножко задирает свет то есть я глазам и глазами смотрю на рисунок он более темный чем камера до передает вот я вижу сравниваю так вот здесь тоже чтоб линии не было видно я возле самой линии тушую так ну что еще где можно может быть здесь будет подчетливо и сейчас какой-нибудь голубенький возьмем или вот смотрите да я взял вот этот прям фиолетовый да понятно что я не буду сильно давить я лишь так очень легко очень легко чтобы немножко чтобы более холодный тон был до более холодный очень легко касаясь они слишком сильно давлю вот очень как легко потому что я вижу вот этот цвет может быть можно взять другой оттенок если хотите и вот что у нас получилось ну после того как я еще растушевал значит и какие-то места да в рисунке такое яйцо получилось вот 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 вот